доброе утро франция страна романтики красоты и вдохновения бытует мнение что куда легче выразить прекрасную необыкновенную удивительную и совсем не простую францию эмоциями нежели словами побывав во франции невозможно не влюбиться в нее именно такие стереотипы об этой стране распространены в современном обществе все мы хотя бы раз жизни слышали фразу увидеть париж и умереть которая подчеркивает значимость парижа как города побывать в котором просто обязан каждый турист должен его увидеть и прочувствовать истинное французское очарование ведь париж является не только самым популярным туристическим центром и мировой столицей конгрессов и торговых выставок город париж относится к эталонам культуры и цивилизации неотъемлемой составной частью всемирного наследия париж на сегодняшний день можно назвать окном европу это очень гармонично сложенный город являющийся историческим и культурным центром столицей франции железная дама так сами парижане ласково называют главный символ столицы посмотреть на который каждый год приезжают миллионы людей со всего света адрес самой посещаемой достопримечательности в мире знает каждый кто когда-либо приезжал в париж эйфелева башня находится на марсовом поле напротив йенского моста именно здесь концы 19 века инженер александр густав эйфель начал строительство главного сооружения в своей жизни получившего позже его имя эйфелева башня стальное сердце французской столицы которое прошло долгий путь от презрения до восхищения для всего мира она стала символом парижа франции а также романтики и прогресса многие уверены что проектируя башню для всемирной выставки гюстов эйфель не знал что она станет знаковым сооружением в масштабах всей планеты именно такое впечатление формирует у зрителя средства массовой информации в бесчисленных фильмах видео статьях открывая лишь отдельные кусочки единого пазла а что будет если мы попытаемся сложить из них целостную картину этого значимого исторического события предлагаю начать с выдающегося автора железной дамы александра густого эйфеля эйфель родился 15 декабря 1832 года в дижоне в юности учился в политехнической школе уже в студенческие годы отличался особым новаторским подходом к постройке стальных конструкций свой первый проект осуществил в 26 лет это был железный мост в бордо при воздвижении которого инженер применил силу сжатого воздуха эйфель получил признание задолго до постройки своей знаменитой башни талантливый инженер построил универсал бон марше в париже представляет собой ажурное здание со стеклянной крышей и чугунными мостиками с этого проекта началась новая эпоха в архитектуре когда здания стали украшать функциональными металлическими элементами инженер эйфель принимал участие в постройке многих массивных зданий 19 века как во франции так и в других европейских странах но самое известное строение эйфеля жемчужина парижа эйфелева башня также эйфель является автором нескольких книг по аэродинамике где он изложил результаты своих исследований привел аэродинамические характеристики различных моделей самолетов аэродинамических поверхностей и тел различной формы и разработал теорию летательных аппаратов тяжелее воздуха именно он предложил методику расчета характеристик самолета и переноса результатов модельных испытаний в аэродинамической трубе на реальные конструкции вот такой многогранный и бесспорно талантливой личностью предстает александр густав эйфель чье имя прославилась в веках но это лишь один из элементов тех событий которые сплетаются в целостную и единую картину прошлого давайте же углубимся в подробности я покажу тебя глубоко ли кроличья нара помни я лишь предлагаю узнать правду больше ничего а начать нам придется событий наполненных как может показаться массой случайных совпадений произошедших за 33 года до постройки знаменитой эйфелевой башни наступил 1845 год и на престол египта в результате дворцового переворота приходит мухаммед саид паша получивший образование в париже и во внешней политике ориентировавшиеся на францию и так уж совпало что он оказался старинным другом французского дипломата фердинанда дэлэссепса саид паша подписал концессию разрешающую илэсепсу пройти через суэцкий перешейк это событие дало новый импульс идеям француза которые преследовали его последние 22 года о суэцком канале и уже на следующий год правитель египта дал согласие на создание компании для целей строительства морского канала открытого для кораблей всех стран так появляется всеобщая компания суэцкого канала возглавляемая французским дипломатом фердинандом дэлэссепсом и строительство суэцкого канала началось в это же время молодой и совсем неопытный александр густав пепель получает свою первую оплачиваемую работу в компании представителя голландской аристократии во франции инженера чарльза нелвео в качестве личного секретаря однако по случайному стечению обстоятельств вскоре после этого компания нелвео обанкротилась у всеобщей компании советского канала дела также складывались не совсем радужно 200 миллионов франков определенных по первоначальному проекту лесопса скоро закончились после громадных трат на подкупы при дворах саида и исмаила на широкую рекламу в европе на расходы по представительству самоболы с ипсо и других воротил компании пришлось сделать новый облигационный заем в сумме 166 миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятиста франков ну и так совпало что в шестилетний срок который лесопс обещал закончить работы построить канал не удалось а между тем на дворе был уже 1866 год когда американский исследователь стоматолог по профессии малон лумис впервые заявил об изобретении способа беспроводной связи компания нелвео так и не смогла оправиться после банкротства и даже повышение эйфеля до главного инженера не спасло бизнес компании это начала приходить в упадок поэтому в том же 1866 году эйфель ушел в отставку и стал независимым инженером-консультантом тем более что на момент ухода будучи главным инженером в компании нелвео он уже самостоятельно работал над строительством двух железнодорожных станций в тулузии и ажене кроме того все в том же 1866 году инженер александр густав эйфель получает контракт на наблюдение за постройкой тридцати трех локомотивов для египетского правительства именно поэтому он отправился в египет где посетил суэцкий канал который строил фердинанд длс и и уже в 1866 году эйфелю удалось занять достаточно денег чтобы открыть свои собственные мастерские на улице фуке 48 в левелуа пэре в то же время он был нанят жаном батистом кранцем чтобы помочь ему в проектировании выставочного зала для всемирной выставки которая должна была состояться в 1867 году даю фердинанда длс и в этом же году дела всеобщей компании советского канала пошли заметно в гору так турецкое правительство наконец завизировала выданную лесопсу концессию на продолжение финансирования строительства суэцкого канала этот договор также воспроизводил положение о том что канал является частью территории египта и устанавливал свободу прохода через канал всех судов без какого-либо различия в том числе и судов военных срок концессии был определен в 99 лет и уже через три года в 1869 году советский канал официально открылся для судоходства расходы египта на его постройку превысили 300 миллионов франков политические последствия открытия канала оказались для египта еще более неблагоприятными великая победа цивилизации принесла с собой на том этапе много новых тягот и бедствий слаборазвитым странам и народам африки и азии сразу же после открытия судоходства проследовали по каналу английские войска направленные для войны с абиссинией и французские части посланы в индокитай фердинанд элессус был удостоен множество орденов и званий в перипетиях войн и распри пролетело семь лет но несмотря на это прогресс стремительно двигался вперед и вот 1876 году филадельфий проходит всемирная выставка именно тогда рождается идея 300 метровой башни на этой выставке американские инженеры кларк и ривз представили проект цилиндрического пилона диаметром 9 метров поддерживаемая металлическими кожухами закрепленными на круговом основании диаметром 45 метров общей высотой 1000 футов примерно 300 метров но из-за отсутствия финансирования этот проект не увидел свет зато был описан во франции в журнале натюр да я технологии беспроводной связи за все это время тоже не забывали ни на миг уильям генри вард дэвид эдвард хьюз томас элва эдисон и другие внесли огромный вклад в ее развитие и совершенствование и так уж совпало что технологии кинематографа в этот же период также активно осваивались и развивались так следует открытие за открытием напомню несколько из них 1877 год эмиль райно изобретает свой проксиноскоп оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков и зоопроксископ творение эдварда мэйбриджа 1878 год совершенствование технологии беспроводной связи в сша теперь это делает дэвид эдвард хьюз он продемонстрировал возможность обнаруживать сигналы на расстоянии более чем за несколько сотен метров воодушевленный успехом постройки суэцкого канала конгресс сша утвердил проект французского дипломата фердинанда лесопса по пересечению панамского перешейка 1879 году постройка этого канала должна была позволить соединить атлантический океан с тихим через центральную америку поэтому уже через год была основана всеобщая компания панамского межокеанского канала президентом и генеральным директором который стал фердинанды лесопс а его сын шарль лесопс стал вице-президентом компания выпустила 600 тысяч акций по 500 франков каждая и открыла подписку на них подписчик должен был немедленно внести четверть стоимости акций а остальные деньги компания собиралась истребовать по мере надобности подписка на акции прошла без проблем потому что все знали об удаче суэцкой компании созданный лесопсом у александра густава эйфеля бизнес тоже динамично развивался так в 1881 году он связался с агюстом бартальди который нуждался в инженере чтобы помочь ему реализовать монумент статуи свободы вся статуя была воссоздана на заводе эйфеля в левлуа пера а затем разобрана и отправлено в соединенные штаты примерно в это же время а именно в 1883 году немецкий гений нибков делает важное открытие он научился быстро сканировать и передавать картинки по телеграфу нибко удалось значительно упростить процесс кодирования и декодирования изображения надо отметить что именно изобретенный им диск получивший название диск нибкова послужил основой для появления механического телевидения 1920-х годах символично что первым прямым телевещателем стал немецкий канал пауль нибков а тем временем наступил 1884 год и оказалось что казна панамской компании лесопса была пуста когда была проведена только десятая часть запланированных расчисток в этом же году сотрудники компании эйфеля марис кешлен и эмиль нугье подготавливают проект будущей эйфелевой башни который поначалу александр густав эйфель не проявлял особого энтузиазма хотя и санкционировал дальнейшее изучение проекта но затем что-то изменилось потому что уже в сентябре 1884 года он получает совместный с этими сотрудниками патент на проект эйфелевой башни а впоследствии выкупает у них же исключительное право а ведь до общефранцузского конкурса архитектурных и инженерных проектов еще целых два года которому по официальной версии и была приурочена разработка эйфелевой башни так что же заставило эйфеля так поступить назовем это традиционным случайным совпадением следующий 1885 год и для лесопса и для эйфеля стали весьма знаменательными фердинанд белосов решил поправить дела компании путем выпуска долгосрочного выигрышного займа предполагалось собрать 600 миллионов франков для выпуска такого займа требовалось согласие палаты депутатов и сената компания начала обработку журналистов министров и депутатов что стоило ей немалых денег 30 марта 1885 года эйфель прочитал доклад о проекте в гражданском обществе инженеров обсудив технические проблемы эйфелевой башни и подчеркнув практическое использование он закончил свое выступление и так можно с уверенностью говорить о том что александр густав эйфель уже тогда видел практическое использование башни а какая цель была у этого доклада когда кто-то говорит о практическом применении изобретения которые находятся на стадии проекта то лишь только для того чтобы найти спонсоров готовых помочь с его реализацией а это означает что постройка эйфелевой башни не было приурочено к всемирной выставке в качестве архитектурного памятника как это утверждают сейчас и вот 1 мая 1886 года стартовал общефранцузский конкурс архитектурных и инженерных проектов которые должны были определить архитектурный облик будущей всемирной выставки в конкурсе который длился всего лишь 17 дней приняли участие 107 претендентов большинство из которых в той или степени повторяли проект предложенный эйфелем башни а то что большинство проектов от ста семи участников повторяли проект башни предложенный эйфелем говорит только об одном что если конкурсы в самом деле был то устроители конкурса задали участникам четкие требования например высоту материал и прочее и только лишь по случайному совпадению в январе 1887 года эйфель государство и муниципалитет парижа подписали договор согласно которому эйфелю предоставлялась в личное пользование эксплуатационная аренда башни сроком на 25 лет а также предусматривалась выплата денежной субсидии в размере полтора миллионов золотых франков составившую 25 процентов всех расходов на строительство башни 28 января 1887 года начинается постройка эйфелевой башни в 1888 году случай снова свел александра густава эйфеля и фердинанда лесопс вместе лесопс продолжал собирать средства у вкладчиков и подкупать журналистов и парламентариев чтобы добиться обнародования индивидуального закона который должен был разрешить выдачу суды в 1888 году был принят закон и последние средства были освобождены в виде займов палата депутатов одобрила заем для панамского сообщества предельная сумма займа была увеличена до 720 миллионов франков по сравнению с первоначальной заявкой как раз в это же время столкнувшись с определенными препятствиями в постройке панамского канала такими как порог кулебры лесопс обратился густаву эйфелю который согласился взять на себя проект он стал инженером панамского общества и поставщиком машин для него изготовлявшихся на его машиностроительном заводе в леволу апере и уже 31 декабря 1888 года с целью привлечения недостающих средств на строительство эйфелевой башни создается акционерное общество с уставным фондом 5 миллионов франков половина этой суммы средства внесенные тремя банками вторая половина личные средства самого эйфеля итоговый бюджет строительства составил 7,8 миллионов франков башня окупилась за период работы выставки а ее последующая эксплуатация оказалась весьма доходным бизнесом а буквально через несколько месяцев события стали развиваться очень стремительно так 4 февраля следующего 1889 года суд департамента сена официально объявил о банкротстве и ликвидации панамской компании общее число физических лиц пострадавших в результате банкротства компании составила около 700 тысяч в процессе ликвидации панамской компании выяснилось что на ее балансе не осталось ликвидных активов за исключением гигантской недокопанной канавы и куча ржавеющей техники в сельве центральной америки в этом же году в париже проходила очередная всемирная выставка она была приурочена к столетнему юбилею великой французской революции парижская городская администрация обратилась к известным французским инженерам с предложением принять участие в архитектурном конкурсе на таком конкурсе следовало создать сооружение зримо демонстрирующая инженерные и технологические достижения страны в том числе такое предложение пришло и в инженерное бюро гюстова эйфеля у самого эйфеля готовой идеи не было но порывшись в отложенных проектах он нашел эскиз высотной башни как уже упоминалось ранее этот проект сделал его сотрудник марис кешлен а дорабатывал эмиль нугье еще на стадии проекта в 1884 году эйфель с сотрудниками патентует его а затем выкупает у них исключительное право и вот совершенно случайно в инженерное бюро александра густова эйфеля поступает предложение представить свой проект на всемирной выставке в париже 31 марта 1889 года заканчивается постройка эйфелевой башни на марсовом поле в париже первоначальный договор с эйфелем был о демонтаже башни через 20 лет или все-таки через 25 лет после постройки сооружение имело потрясающий и незамедлительный успех за 6 месяцев работы выставки посмотреть железную даму пришло более двух миллионов посетителей концу года удалось возместить три четверти всех затрат на строительство во-первых слово демонтаж появилась уже в русской и английской версиях статей во французских источниках упоминается о конвенции подписанный 8 января 1887 года министром торговли и промышленности эдуардом лакроем от имени государства префектом сены эженом бюрне от имени парижа и инженером-строителем густом эйфелем действующим от своего личного имени так вот статья 11 данной конвенции уточняет что после всемирной выставки владельцем башни станет город со всеми льготами и расходами но густав эйфель сохранит за собой право пользования ею до истечения 20 лет по окончании срока договора право собственности вернется городу парижу во вторых учитывая что фундамент башни был выведен из бетонных массивов трудно себе представить процесс ее демонтажа как и откуда появилась версия демонтаже эйфелевой башни понять так не удалось а между тем 1891 год ознаменовался тем что работавший над беспроводной связью томас эдисон создает кинетоскоп раннюю технологию кинематографа для показа движущегося изображения эдисон положил начало кинопрокату создав целую сеть кинозалов сша а через год состоялся первый показ мультипликационного фильма когда рейно представил изумленной публике собравшийся в парижском музее грэвен свои светящиеся пантомимы он показывал им программы из нескольких сюжетов сеанс продолжался 15-20 минут в этом же 1892 году разгорелся коррупционный скандал вокруг всеобщей компании панамского межокеанского канала когда французская националистическая пресса стала публиковать разоблачение массового подкупа политиков правительственных чиновников и органов печати администрации панамской компании которая пыталась скрыть от общественности плачевное положение компании и добиться разрешения на проведение спасительного выигрышного займа скандал закончился приговором фердинанда де лессепса гюстава эйфеля и их сообщников к пяти годам тюремного заключения сколько лет что с тобой меня застукали я погиб ко мне приходил следователь тебя посудят а ты не воруй однако фердинанду де лессепсу удалось избежать тюремного заключения дальше версии происходящего разнятся один из напарника какой напарник по одной из них эйфеля обвинили в получении от панамского общества 19 миллионов франков за фиктивные работы преданные суду вместе с отцом и сыном лессепсами и другими причастными к делу лицами эйфель был приговорен к двум годам тюрьмы и 20 тысячам франком штрафа но касационный суд отменил приговор за истечением срока уголовной давности по другой версии эйфель был приговорен апелляционным судом парижа к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч франков но был окончательно реабилитирован в результате расследования которое показало что он был не причастен к хищением результатом суда в любой из версий стало то что в 1893 году все фигуранты панамского канала были приговорены к различным тюремным сроком однако через четыре месяца эти приговоры были аннулированы кассационным судом и фигуранты дела вышли на свободу фердинанд лессепс ввиду преклонного возраста и заслуг перед страной был избавлен от тюрьмы вот что она с тобой делать понять и простить казалось бы эйфелева башня построена но это еще не конец интересный наполненный случайностями и совпадениями истории этого шедевра в 1895 году во франции агюст и луи люмьеры объединили все наработки того времени в аппарате синематограф день 1 коммерческого показа считается официальные даты рождения кинематографии а уже три года спустя в октябре 1898 года эжен дю крите провел первый сеанс телеграфной связи между эйфелевой башни и пантеоном в 1900 году впервые использован на французском языке термин телевидение русским ученым константином перским во время шестого международного электротехнического конгресса прошедшего в рамках всемирной выставки в париже еще три года спустя 1903 году генерал ферье пионер в области беспроволочного телеграфа применил эйфелеву башню для своих экспериментов так случилось что башню оставили сначала для военных целей так не об этом ли практическом использовании башни рассказывал александр густав эйфель на выступление еще в далеком 1885 году не поэтому ли он поспешил запатентовать ее еще на этапе проекта не поэтому ли он выкупил на ее исключительные права все в том же 1884 году вспоминая что о технологии беспроводной связи заговорили еще в 1866 году выводы будут однозначными и так 1 января 1910 года эйфель продлевает аренду башни сроком на 70 лет а дальше все развивалось достаточно предсказуемо в 1921 году состоялась первая непосредственная радиопередача с эйфелевой башни в эфир прошла передача широкого радиовещания ставшая возможной благодаря установки на башни специальных антенн с 1922 года стала регулярно выходить радиопрограмма которая так и называлась эйфелева башни в 1925 году предприняты первые попытки ретранслировать с башни телевизионный сигнал передача же регулярных телевизионных программ началась с 1935 года с 1957 года на башне располагается телевизионная антенна увеличивающая высоту стальной конструкции до 320 метров кроме нее на башне установлены несколько десятков линейных и параболических антенн осуществляющих ретрансляцию различных радио и телепрограмм такова история рождения железные дамы сооружения зримо демонстрирующего инженерные и технологические достижения страны того времени и когда пишут что башня впоследствии ставшая символом парижа первоначально задумывалась как временное сооружение служившая входной аркой париж ко всемирной выставке 1889 года то почему-то даже не задумывается что сама конструкция эйфелевой башни диктует ее изначальное предназначение существует легенда о том что французский писатель гидо мопассан очень не любил эйфелеву башню но тем не менее постоянно там обедал в ресторане на ее первом уровне и когда его спросили зачем же он так поступает тот ответил что это единственное место во всем огромном париже откуда ее не видно башни и правда возвышается над всеми строениями парижа высота башни была несколько раз увеличена за счет установки флага а затем множество антенн первоначальная высота 300 метров была увеличена до 324 метров а впоследствии до 330 сделано это было совсем не ради красивых видов открывающихся с ее вершины чтобы понять какое практическое значение имела огромной высота эйфелевой башни нужно познакомиться с понятием наземного телевидения типа телевизионного сигнала при котором сигнал передается радиоволнами от наземного передатчика телевизионной станции телевизионному приемнику имеющему антенну наземные телевизионные станции вещают на телевизионных каналах в диапазоне ультра коротких волн у к в поскольку радиоволны в этом диапазоне распространяются по прямой видимости прием обычно ограничен визуальным горизонтом до расстояния от 64 до 97 километров кроме того как уже упоминалось ранее фундамент эйфелевой башни был выведен из бетонных массивов что придавало ей устойчивости и снижало колебания во время бурь а потому разговоры о временности такого сооружения считаю сильно преувеличенными если учитывать упомянутые выше моменты то становится понятным изначальное назначение эйфелевой башни как главного символа парижа для примера предлагаю рассмотреть существующие башни схожие с эйфелевой по конструкции а же их практическое использование на самом деле список телевизионных башен по всему миру насчитывает более сотни сооружений поэтому давайте сравним берлинскую и токийскую башни с эйфелевой еще раз убедимся действительно ли она создавалась эйфелем как нам говорят исключительно для туризма а также как архитектурный памятник символ технического прогресса во франции эйфелева башня это решетчатая башня из кованого железа была воздвигнута на марсовом поле напротив иенского моста через реку сену в париже масса металлической конструкции около 7300 тонн сегодня из этого металла можно было бы возвести сразу три башни высота на сегодня составляет 330 метров она является самым высоким сооружением в париже башня имеет три уровня для посетителей с ресторанами на первом и втором в день открытия 31 марта 1889 года гюстов эйфель поднимался по ступеням которых сегодня насчитывается 1792 поскольку лифты еще не были запущены первые лифты на башне приводились в действие гидравлическими насосами емкости с водой установленные этажах обеспечивали необходимое гидравлическое давление лишь спустя почти 100 лет 1983 году этот подъемник который не мог работать в зимнее время был заменен электрическим лифтом марки отис первоначально на первом уровне располагались три ресторана французский русский и фламандский и англо-американский бар после закрытия выставки фламандский ресторан был переоборудован в театр на 250 мест с 23 мая 1910 года эйфелева башня использовалась в мс франции для передачи сигнала времени гауптман ферея позволил установить международный стандарт хронометража в том же году удалось установить первую радиосвязь с дирижаблями а через год самолетами начиная с 1921 года с эйфелевой башни регулярно транслировались радиопрограммы радио эйфелевой башни было официально открыто 6 февраля 1922 года в 1925 году эдуард белин выпустил первый телевизионный сигнал с башни таким образом эйфелева башня стала первой телекоммуникационной и телевизионной башни и до 1953 года оставалась самой высокой башни такого типа в мире в наши дни эйфелева башни самая высокая телевизионной башни франции а также самые важные станции наземного вещания в парижском регионе особенно для программ fm вещания а также цифрового телевидения башни является опорой для более чем 120 передающих антенн а теперь давайте посмотрим на ее более современные аналоги и как позиционируется их использование сейчас берлинская передающая башня спроектированная архитектором генрихом штраумером была введена в эксплуатацию 1926 году во время третьей крупной немецкой радиотехнической выставки в берлине башня построена из стального каркаса похожего на эйфелеву башню имеет высоту 150 метров и весит 600 тонн была задумана исключительно как башня связи хотя впоследствии в 1950 году был добавлен ресторан на высоте 52 метров и смотровая площадка на 125 метрах посетители могут подняться на лифте который движется со скоростью 4 метра в секунду с берлинской радио башни с 1926 года транслировались радиопередачи а с 1929 года пробные телевизионные передачи первое в мире телешоу также вышло с берлинской телебашни 1932 году впервые с башни транслировалась телевизионная программа 22 марта 1935 года берлинскую передающую башню также называли берлинской эйфелевой башни подчеркивая их схожесть токейская башня была построена в 1958 году сооружение представляет собой решетчатую башню в стиле эйфелевой окрашенную в белый и международный оранжевый цвета в соответствии с правилами безопасности полетов большая телевизионная башня потребовалась в регионе канто после того как н.х.к. общественная телерадиовещательная станция японии в 1953 году начала телевизионное вещание высота башни была определена на основе диапазона необходимого телевизионным сетям для трансляции по всему региону канто около 150 километров после того как 14 октября 1958 года была прикручена антенна высотой 90 метров токийская башня стала самой высокой в мире самонесущей башней превосходящей на 9 метров эйфелеву башню несмотря на то что она выше эйфелевой токийская башня весит всего около 4000 тонн что на 3300 тонн меньше чем ее парижский аналог первоначально предназначенной для телевизионного вещания в 1961 году она была оборудована радио антеннами двумя основными источниками дохода токийской башни являются аренда антенн и туризм первое что посещают туристы добравшись до башни это футтаун четырехэтажные здания расположены прямо под башней там посетители могут поесть сделать покупки и посетить несколько музеев и галерей лифты которые отправляются с первого этажа футтауна можно использовать для подъема на первую из двух смотровых площадок и двухэтажную главную обсерваторию после перехода на цифровое телевидение в японии запланированного на июль 2011 года высота токийской башни оказалась недостаточной для полноценного вещания цифрового наземного телевидения в этом районе поэтому 29 февраля 2012 года была построена более высокая башня цифрового вещания под названием токио sky 3 и так давайте подведем итоги по всему вышесказанному во-первых идея создания эфелевой башни была не новой так совпало что еще на всемирной выставке филадельфии 1876 года уже вынашивался подобный проект но до реализации дела не дошло о нем лишь написали во французском научном журнале а реализовали его на всемирной выставке 1889 года в париже по прошествии 13 лет кстати а статуи свободы вернее об отдельных ее частях также сначала заговорили на всемирной выставке филадельфии 1876 года в репортажах ее называли колоссальная рука и электрический свет бортальди голову статуи представили два года спустя на всемирной выставке в париже 1878 года а воссоздавалась она уже 1884 году все тем же александром густом эйфелем во вторых так совпало что эйфель уже в 1884 году когда проект находится только в разработке патентует его своими сотрудниками инженерами но впоследствии выкупает на него исключительное право и уже в 1885 году смело рассуждает о практическом применении эйфелевой башни в своем докладе в третьих снова так совпало что эйфель оказывается замешан в коррупционных схемах всеобщей компании панамского межокеанского канала как раз во время реализации своего проекта железной дамой в четвертых несмотря на общепринятые заявления о том что изначально эйфелева башня строилась как архитектурный памятник символ технического прогресса франции того времени а также как место туристического паломничества ее конструкция говорит об обратном традиционно так уж совпало что высота башни была строго продиктована технологией в рамках которой она и возводилась в наземном телевидении радиоволны в ультракоротком волновом диапазоне распространяются по линии прямой видимости и прием обычно ограничен визуальным горизонтом а то что именно в мс франции стали использовать ее по прямому своему назначению преподносят как еще одно случайное совпадение в пятых если отбросить утверждение что эйфелева башня изначально была создана для туризма потому что ее конструкция предусматривает рестораны и смотровые площадки а также лифты которые бы доставляли посетителей туда а провести параллели с ее аналогами берлинской и токийской телевизионными башнями то вы не увидите между ними принципиальных различий кроме единственным так совпало что эти две башни уже изначально позиционировались как вышки для теле и радиовещания хотя все три имеют и рестораны смотровые площадки и лифты еще хочется кратко разобрать символизм эйфелевы башни ведь по устоявшемуся мнению устремленные в небо высотные сооружения являются мужскими фаллическими символами так башни деловых центров олицетворяют активную деятельность динамичность прогресс успех активный мужской принцип вспомним например понятия и ян китайской философии которые едины и неделимы и воплощает влагу холод темноту материю пассивность женское начало а ян огонь тепло свет энергию активность мужское начало и как опять же принято считать им соответствует индуистские понятия шакти и шива но на самом деле это не так шива олицетворяет собой статичное то есть пассивное мужское начало оппозиционное шакти динамичному то есть активному женскому началу символом шивы является лингам воплощение божественной производящей силы фаллический символ важнейшим символом шакти считается и и они в буквальном переводе означающие чрево место рождения исток самое странное что в индуизме и и не олицетворяет женское воспринимающие начало пассивный принцип выступающий как противоположность активному мужскому принципу которым является лингам а здесь мы можем снова видеть смену ролей где мужское становится активным а женское пассивным как и в китайской философии как вы думаете кто и зачем искажает первоначальный смысл этих понятий с интересом прочитаю ваши комментарии с идеями и мыслями а пока предлагаю вернуться к парижу все мы прекрасно помним что эфелеву башню называют железной дамы что не вяжется с общепринятым символизмом поэтому было найдено довольно путанное объяснение эфелева башня совместила в себе мужские и женские энергии ее называют железной дамы благодаря трапециевидной конструкции нижних платформ а также ажурности элементов из которых она состоит тем не менее несмотря на наличие кружевных юбок эта мадам сделана из железа и является одним из самых высоких сооружений в мире а это говорит о проявленности мужских энергий на самом деле все намного проще взгляните сами видишь суслика нет и я не вижу а он есть точно а а кто это а кто это Что ты делаешь? Не знаю, что... Да...